Вы знаете, есть такое выражение, я хочу твердо стать на ноги, или тебе еще надо на ноги стать. Особенно это говорят иногда молодым людям, тебе надо на ноги стать, тебе надо жениться, ну и так дальше. Имеется в виду какое-то основание получить для жизни, какой-то фундамент. И вот я хочу сказать вам, как это можно сделать практически. Чем больше времени человек проводит в молитве, тем крепче он будет стоять на своих ногах. Еще раз, чем больше времени человек проводит в молитве, чем крепче, тем крепче он будет стоять на своих ногах. Я желаю, чтобы просто молитва была надежным, не просто подспорьем, но надежным основанием в нашей жизни и в жизни церкви. Это одно из основных служений, и я сегодня буду говорить о молитве. Как получить ответ на молитву? Как лучше молиться так, чтобы Бог услышал нас? Об этих и других вопросах я попытаюсь ответить через эту проповедь. Я ее называю дерзновение в молитве. Дерзновение в молитве. Дерзновение – это, в первую очередь, уверенность. Уверенность, о чем отчасти вы слышали в предыдущей проповеди. Это смело стремиться к чему-то возвышенному, новому, хорошему. Дерзновение в молитве. В Библии написано, есть об одном человеке, который молился, и Бог ему сказал, я услышал молитву твою. Может быть, вы уже вспоминаете, о ком идет речь. Я сейчас скажу вам, что это речь идет о языке. В свое время он молился, имея нужду пред Богом, и Бог ему сказал, я услышал молитву твою. Всегда приятно услышать подобные слова. Но что пришествовало этому моменту, как он молился, мы можем вместе читать книгу пророка Исаии, 38 глава. Пожалуйста, можете открыть. Основное внимание я буду, можно сказать, уделять этой главе. И здесь, на этих стихах, из этой главы мы будем останавливаться. Итак, я читаю 38 глава и 1 стих. «В те дни язык я заболел смертельно. Заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов. И сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твое, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Вы знаете, что очень непросто услышать что-то подобное в трудную минуту. Даже те люди, которые любят пророчество, то, что услышал язык, я слышать не всегда нам хочется. Все было очень четко, как в телеграме. Допускают, что Исаия вообще был другом царя языки. Они были хорошо знакомы. И он не имел никаких, каких-то худых намерений относительно этого царя. Но он сказал то, что ему Бог сказал. И он говорит, все, жизнь твоя пришла к концу. Сделай замещание, потому что ты скоро умрешь. Это было тяжелейшее время для языки, но вместо слов утешения, чего мы всегда ждем, или сострадания, прозвучал вот этот приговор. Что бы мы сделали после подобных заявлений? Вот поставьте себя на место языки. Вообще, когда жизнь наша подходит к концу, когда мы соприкасаемся реально не только с смертью, а даже с болезнью, мы начинаем поглубже смотреть внутрь себя, мы начинаем анализировать себя. Кое-что просто нас смущает, а кое-что, может быть, даже страшит. Но здесь он услышал этот разговор. И как отреагировал на все это этот царь? Как он начал действовать и поступать? Давайте мы посмотрим дальше, что здесь произошло. Я читаю следующий стих. «Тогда языки отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря». И в третьем стихе молитва языки. «О Господи, вспомнишь, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал языки я сильно». Очень несколько таких сильных ударений, предложений и слов. «Итак, Господи, вспомнишь, что я ходил пред лицом Твоим». Первое. «Верно, с преданным Тебе сердцем». Второе. «И делал угодное в очах Твоих». Третье. И дальше написано «И заплакал он сильно». Очень такая непростая, но очень такая искренная молитва, очень краткая. После этого, и было слово Господня Кисайи, и сказано было ему. Я читаю пятый стих. «Пойдись, скажи язык, и так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего. Я услышал молитву Твою». Еще раз повторяю. «Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, и вот я прибавлю к дням Твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу Тебя и город сей, и защищу город сей». Какой прекрасный ответ. И все это благодаря молитве. Действительно, молитва в нашей жизни, она способна творить чудеса. Слава Богу за эту милость. Но что для меня интересно, это то, что как он начинает свою молитву, услышав вот такой приговор, что ты не выздоровеешь, умрешь. В его молитве нет ни покаяния, ни исповедания, никаких извинений. А просто не просто просьба. Он говорит, «Господи, пожалуйста, вспомни». И когда он так помолился, тот, что Бог определил для этого царя, он же сам и отменил. «Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно». Вы знаете, что нам ближе, вот проще мне сказать, «Господи, прости меня». Даже если не виновен, ну как бы для уверенности. На всякий случай. А потом уже начинается все остальное в молитве. Он ни о чем подобном не молится. И меня удивляет в этой молитве именно дерзновение, дерзновение этого царя. «Господи, вспомни». Кажется, Бог и так все помнит. И все знает. Но Он ему напоминает, «Господи, вот жизнь моя, пожалуйста, Господи. Я не хочу умирать. Я хочу жить. И я знаю, что Ты можешь мне помочь и ответить на мою нужду. Но чтобы получить ответ, надо иметь дерзновение в молитве. Надо иметь дерзновение в молитве. Дерзновение – это уверенность, что Бог слышит, принимает, и Он отвечает. Поэтому нету никаких слов извинения, но нам, Господи, вспомнить, что я ходил пред лицем Твоим верно». Делал угодное в очах Твоих. На каком основании Он мог так говорить и так молиться? Я хочу, чтобы вы увидели несколько стишков, которые характеризуют жизнь этого царя. Это написано в 4-й книге царств. Вы, пожалуйста, просто послушайте. 18-й глава, я читаю 5-й и 6-й стих. Там написано так. «На Господа Бога Израиля уповал Он, и такого, как Он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после Него, и прежде Него. И прилепился Он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди, какие заповедал Ему Господь, заповедал Господь Моисею». Послушайте, быть царем государства и так жить – это непросто. Если мы говорим, что здесь вот такая как бы богатая, сытая жизнь и трудно бороться и с искушениями, то для Езекии просто было намного-намного раз сложнее. Но Он не только побеждал в искушениях, а Он еще и прекрасно руководил страной. И Библия говорит, что Бог был с Ним. Написано, «На Господа Бога уповал Он, и дальше, и такого, как Он, не было между всеми царями иудейскими, и после Него, и прежде Него. И дальше, и прилепился Он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал все заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею». Когда читаешь это, ты понимаешь, что блажен тот, кто упывает на Бога, любит Бога и исполняет Его заповеди. И если это твоя жизнь, ты всегда можешь молиться этой молитвой. «Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно». Вы знаете, можем ли мы сказать трудные минуты нашей жизни то, что сказал этот царь? Можем ли мы так дерзновенно молиться, говоря, «Господи, Ты знаешь, что я делал угодное Тебе. Пожалуйста, помоги мне сегодня». Но именно так молился этот царь. Дерзновение в молитве. Дерзновение в молитве, наша уверенность, она способна открывать небеса. Хочу дополнить свои мысли тем, что в свое время пророк Исаия, он тоже молился подобной молитвой. Это написано третья книга, царство 18, глава 36 стих. Здесь написано так. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, «Господи, да познай в сей день, что дейтин Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». Тоже очень краткая молитва. После этой молитвы написано, «Бог ответил, не спал огонь с неба, и весь народ говорил, Господь есть Бог, Господь есть Бог». Это был действительно достойный ответ от Бога для народа, который преклонился пред вечным и живым Богом. Но все это, чтобы произошло, Бог использовал вот этого мужа веры, пророка Илью. Еще раз читаю, «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья и сказал, «Господи, да познай в сей день, что ты один Бог в Израиле, не много, но ты один, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему, и сделал все по слову Твоему». Послушайте, все было против пророка Ильи. Восстал и царь, и, кажется, все государство. Восстало множество пророков. И та вода, которая была полита, полита этот жертвенник, все это было против. Но, тем не менее, огонь пришел в ответ на молитву пророка Ильи. Потому что он дерзновенно молился, «Господи, я, во-первых, раб Твой». Он не называет себя даже пророком. Он никак не возвеличивает себя. Он говорит, «Я слуга Твой, я раб Твой». Это состояние ее сердца было. «И я все сделал по слову Твоему». А за Своим словом стоит сам Бог. Ты не можешь не ответить на эту молитву. «Господи, пусть узнает весь Израиль, что Ты единственный Бог для Израиля и для всей земли». И Бог не смог не ответить на эту молитву. Как хочется, чтобы и в нашей жизни мы имели в наших молитвах дерзновение. Почему это важно? Потому что если в человека нет дерзновения, он никогда не начнет молиться. Он вроде бы будет двигаться за кем-то, но сам он молиться не сможет. Для молитвы надо дерзновение. И Бог желает всем этим наделить каждого из нас. Поэтому, когда помолился царь Езекия, Бог посылает вторично к нему пророка Исаию, чтобы тот сказал, «Я услышал молитву Твою». Бог отвечает на те молитвы, чьи сердца открыты для Бога, кто любит Бога всем своим сердцем. Почему я это знаю? Потому что в Библии написано, «Ибо очи Бога обозревают всю землю», то есть Бог видит всех нас, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Все нуждаются в поддержке, но Бог поддерживает преданные Ему сердца. Я не знаю, сколько вы чувствуете этой поддержки или помощи в вашей практической жизни, но Бог желает поддержать вас в ваших трудностях, проблемах или искушениях, но вы вправе рассчитывать на эту помощь, если ваше сердце предано Богу. Еще в 31-м псалме написано, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Блажен, то есть счастлив тот человек, чьи грехи покрыты, чья совесть свободна. Блажен человек, которому Бог не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Итак, кому Бог не вменяет греха? Послушайте. Кому Бог не вспоминает? Кому Бог сглаживает грехи? Кому? Только тому человеку, в чем духе нет чего? Лукавство. Еще раз повторяю. Кому Бог не вменяет греха? Только тому человеку, в чем духе нет чего? Лукавство. Это очень серьезно. В Библии написано, что с лукавым по лукавству его. Поэтому мы никогда не должны носить грех в своем сердце. И никогда мы не имеем права прятать его под видом благочестия. Бог непримирим с грехом. И Он нисколько смотрит, как мы выглядим снаружи, но Он смотрит на наше сердце. Бог желает благословлять свой народ. Поэтому лукавство от лукавого. Бог не может работать с таким сердцем. Поэтому благо наше в том, что Бог с искренним поступает, как искренно. Итак, несколько слов. Что лишает человека дерзновения в молитве? В первую очередь, это чувство вины. Во-первых, это чувство многим знакомо. И это чувство способно разрушить жизнь любого человека. Это ужасное чувство. С этим чувством трудно спать, а еще тяжелее жить. Как-то действительно это чувство человек отдаляет от Бога. Разрушает взаимоотношения. Похищает в человека радость. Делает христианина немощным и бессильным. Можно этот перечень продолжать. Вы никогда не будете сильны, если в вашей жизни присутствует грех. Грех, он лишает человека дерзновения. Американские психологи, они говорят так, дайте нам лекарство чувства вины. И мы избавимся от 90% существующих болезней. К сожалению, не все имеют откровения о силе крови Христовой. Не всегда правильно участвуют в причастии. И поэтому чувство вины сопровождает их по жизни. Итак, что лишает нас дерзновения? Это чувство вины. Мы должны быть свободны в своем сердце. Мы должны освобождаться от этого чувства, чтобы иметь совершенно другие чувства. Момент номер два, что лишает нас дерзновения, это каждодневная суета. Это такое состояние, когда ты плохого ничего не сделал и хорошего ничего не находишь. Еще раз, прожил ты день, наблюдаешь за собой, вроде и плохого ничего нет, и хорошего ничего не находишь. Вы знаете, какой будет результат? В результате в душе будет пусто и грустно. Еще раз, в результате в душе твоей будет пусто и грустно. Почему? Потому что Библия говорит, смотрите, 1 Иоанна 2, 28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его. Чтобы иметь дерзновение, что нам надо? Пребывать в нем или другими словами, общаться с ним. Тогда при встрече с ним мы будем свободны и смелы. Представьте такое состояние. Вы имеете какого-то знакомого, которого вы не видели целый год. И вы встретили и говорите, я очень рад видеть тебя, я люблю тебя там и так дальше, и так дальше. Но тот человек, который слушает вас, он может сомневаться и сказать, слушай, если то, что ты говоришь, это правда, то почему ты мне за год ни разу не позвонил и не поинтересовался вообще, как я живу, не пригласил меня в гости и так дальше. То есть мы приходим к Богу и говорим, Господи, ты нужен мне. Ты нужен, я нуждаюсь в тебе, как никогда. Но Бог правит сказать, но почему ты в течение дня был так безразличен ко мне? Библия говорит, пребывайте в нем, чтобы вам иметь дерзновение к нему. То есть общайтесь с ним, приглашайте его на помощь, ищите его совета, ищите его руководство. Тогда вы будете смелы и дерзновенны в молитве во имя Иисуса Христа. Что еще лишает нас дерзновения в молитве? Это, можно сказать, отсутствие самой молитвы. Отсутствие молитвенной жизни. Деяние апостолов 4.31 написано. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Почему пришло к ним дерзновение? Во-первых, они в этом нуждались. Дерзновенное слово, проповедуемое слово, оно способно достигать других сердец. Они были смелы, они были уверены в том, что они говорили и проповедовали. Они были уверены, что Бог на их стороне. Потому что события, которые предшествовали этому моменту, им запретили говорить об имени Иисуса. Строго запретили. Но апостолы отвечали, вы сами решайте, кого нам больше слушать или лучше слушать. Бога или человеков. Но они не только это сказали, они вместе начали молиться. И когда они молились, Бог услышал эту молитву. Написано, им место поколебалось, и они исполнились Святого Духа. В результате наполнение Духа Святого принесло им дерзновение. Проповедование их изменилось. Оно было плодотворным и действенным. Очень трудно молиться с дерзновением, когда ты молишься очень мало. И бывают моменты в жизни, когда дерзновение нам жизненно необходимо. Но ввиду того, что человек пренебрегает молитвой, дерзновение к нему приходит все реже и реже. Но посмотрите на пророка Исаию. Посмотрите на царя Языкию. Разве это не достойный пример? Например, Бог не только ответил на его молитву, но сказал, Исаия, Языки, если ты сомневаешься, то вот тебе знамение. Что-то произойдет в человеческой истории, чего мир еще не знал. Тень возвратится на 10 ступеней назад. И так совершилось. И так совершилось. Что интересно для меня, для любознательных, когда только началось движение в космос, надо было иметь точные расчеты во времени и в пространстве, чтобы все было просчитано до, как сказать, до микрона. И вот ученые просто, заглядывая туда-вдаль, они видели, что во Вселенной не хватает суток. И они искали эти сутки, которые были как бы потеряны для человечества. И они нашли ответ для себя в Библии. Они это увидели именно в том месте, где во времена Иисуса Навина солнце стояло. И когда они увидели это для себя и сделали окончательный расчет, и они увидели, что еще не хватает несколько минут, и снова было томительное ожидание, но один человек, который посещал в свое время воскресную школу, он тоже сказал им хорошую подсказку. Во времена царя Езекии время ушло назад. Они были счастливы, что они отыскали то потерянное время в прошедшей истории. Для них это важно в том плане, чтобы эти спутники летали с безопасностью и точностью. Но для нас это не просто какая-то точность во времени. для нас это откровение, для нас это сила Слова Божия и сила самого Бога. Когда Бог дал это знамение, Он мог это время продвинуть вперед. Но говорили, что это проще сделать, а вот назад еще такого не происходило. Но Богу, Которому подвластно все, Он может сделать и первое, и второе. Так Бог чудесным образом отвечает на молитвы Божьих детей, но надо дерзновение. Скажите вместе со мной дерзновение. Как мы можем это дерзновение иметь? Во-первых, чтобы обладать дерзновением, я уже сказал, надо молиться. Надо молиться не просто в церкви, надо молиться не тогда, когда тебя приглашают, а надо молиться самому для себя. Молиться по зову сердца. Тогда в служении Богу и людям у вас будет дерзновение. О, как мы в этом дерзновении нуждаемся. Что необходимо, чтобы это дерзновение иметь? На основании Библии я нахожу, что необходима праведность. Праведность, если способна стоять перед лицем Божиим или в присутствии Бога без малейшего чувства вины. Без малейшего чувства вины. Вы скажете, как мы можем это состояние иметь? Если вы попросили прощения, исповедуя свой грех и оставили его, вы праведны пред Богом. Проблема для многих в том, что они приносят свое поконяние к Богу, а завтра занимаются тем же. И человек путается в грехах насколько, что у него теряется вера вообще в прощение и нету ни праведного состояния, ни дерзновения. Но если вы покаялись и оставили грех, вы омыты кровью Христа. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, но от греха, в котором мы покаялись, от греха, который мы оставили. Кровь Иисуса Христа, она делает человека каким? Достойным. И благодаря этому достоинству, послушайте, уверенность в праведности делает христианство сильным. Это не потому, что я заслужил, но благодаря Ему Бог омыл меня и оправдал. И я имею праведность Иисуса Христа по вере в Него. Именно этот аспект делает христианство наше сильным. Написано в Библии так, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение. Другими словами, если осуждает, то мы его что? Не имеем. Послушайте, но если мы ее имеем, то чего не попросим, получим от Него. Почему? Потому что имеем дерзновение, потому что соблюдаем заповеди и делаем благоугодное пред Ним. Когда мы можем иметь дерзновение? Когда мы соблюдаем Его заповеди и угождаем Ему. И так праведность наша дает нам дерзновение, свобода от чувства вины делает молитву нашу совершенно другой. Следующий момент, как мы можем иметь дерзновение? Уверенность в том, что Христос сделал нас достойными. Если мы уверены в этой истине, мы будем иметь дерзновение. Библия об этом говорит так, евреям 10-19. Итак, братья мои, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы должны туда входить. С дерзновением почему? Потому что Христос вошел туда. И благодаря тому, что сделал Христос, мы можем туда входить. Итак, мы омыты кровью Иисуса Христа, мы прощены. Вот почему мы имеем дерзновение. Другими словами, у Бога ничего не записано о нашем прошлом. Его больше нет, если мы покаялись в этом и оставили все это. Это жизненно необходимо для тех, кто молится Богу. Да, иногда мы согрешаем, но Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Грех, он может влиять на наше общение с Богом, но он не может влиять на наше родство, потому что Христос нас родил в свою семью. поэтому Бог даст нам вот эту уверенность, что мы праведны, если действительно мы покаялись в грехах наших. И эта праведность и уверенность в том, что сделал для нас Христос, она приносит нам в жизнь нашу герзновение. Он сделал для нас, он сделался для нас жертвою, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделали праведными пред Богом. Итак, откуда наша праведность? Благодаря тому, что сделал Христос на Голгофе. Третий момент, как мы можем, или четвертый, как мы можем иметь дерзновение? Это хорошо служившие. В Библии написано, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимохфею 3.13. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение. Вы знаете, что когда вы приходите домой, и ваши дети послушные были в течение дня, они встречают вас с великим дерзновением. Они вам расскажут, что они сделали, как они были послушные, и скажут, папа или мама, пожалуйста, дай мне то, или купи мне то, или это. И родителям, нам родить очень трудно отказать детям, когда они идут с дерзновением. Но часто это дерзновение не существует, нету. Когда дети идут в школы, нету дерзновения, если они плохо учились. Нету дерзновения у них, если они себя плохо ведут. поэтому только хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Слава Богу за все это. Я заканчиваю свою пробовать и хочу последнюю мысль сказать, зачем нам необходимо дерзновение? Потому что мы нуждаемся, мы желаем что-то получить от Бога. А чтобы получить что-либо от Бога, нам надо это дерзновение иметь. Поэтому последнее место, которое я хочу, чтобы вы услышали, это евреям 4 глава. Я прочитаю 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем кроме греха. Библия говорит, что мы имеем такого первосвященника, может нас понять, который может посострадать нас в немощах наших, который все это прошел прежде тебя, чтобы понять, как тяжело тебе. Он был искушен во всем, но не упал в искушение. Он устоял во всех искушениях и испытаниях, поэтому написано, что о нем вот идет князь мира всего и во мне не имеет ничего. Это подвиг жизни Иисуса Христа на земле. Да, он был испытан и властью, и авторитетом, и славой, и гонениями, и даже голгофой, но во всем этом его сердце не было нарушено, он никогда не потерял самообладание, он никогда не сквернословил, он никогда, никогда, никогда не согрешил. И вот мы имеем такого первосвященника как пример для нас, для подражания. И это все говорит мне, если он смог, если у него получилось, значит и ты можешь, если ты этого желаешь, если ты примешь решение в сердце своем так побеждать и жить. Итак, мы имеем этого первосвященника, и ввиду того, что мы его имеем, дальше написано, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мне этот стих очень нравится, здесь написано так, вы должны приступать, мы должны приступать с дерзновением, куда? к престолу благодати. Вот этот престол Божий, он открыт для нас, престол благодати. Сам Бог воссияет, восседает на этом престоле, чтобы давать благословение, свою благодать и дары, и все нужды восполнять. Поэтому в церквях обычно присутствуют люди двух или трех категорий. Первая категория это те люди, которые нуждаются в милости. Здесь есть таковые, которые нуждаются в милости? Есть, слава Богу. Вот чтобы получить милость от Бога, надо иметь дерзновение. Еще раз повторяю, чтобы получить милость от Бога, надо иметь дерзновение. Написано, да приступаем с дерзновением. Чтобы восстановить общение с Богом, например, нарушенное общение, нам необходимо что? Милость. А чтобы эту милость получить, надо дерзновение. Я вспоминаю один такой рассказ, к Наполеону подошла одна мама, и она просила о сыне своем, чтобы он ее помиловал. А он посмотрел и делал и говорит, нет, это невозможно. Невозможно ему оказать милость, потому что он этого недостоин. он сделал большое преступление, но мать змолившись сказала, я не ищу оправданий, я прошу милости, государь. И сердце Наполеона открылось, и он этого сына помиловал, потому что она истину сказала, я не говорю, что он достоин милости, я прошу просто милости. Она подошла к нему с дерзновением, и она получила то, что просила. Вы помните ту женщину, которой Христос сам сказал, нехорошо взять хлеб и бросить пса. Это может сломить любого человека, только Нихананьянку, которая тогда искала помощи от Иисуса. И она шла к нему с дерзновением, она сказала, но и псы едят крохи падающие со стола. Исайя, который молился, когда он услышал вот этот приговор, ты не выздоровеешь, ты умрешь. Зная авторитет пророка Исайю, это может любого человека сломить. И единственное, что можно делать, это готовиться каждый день, ждать, когда эта смерть постучит к тебе в окно. И Исайя говорит, я молился, как журавль, как ласточка. Я тосковал, Господи, когда ты придешь ко мне? И Господь могущественно ему ответил. Он получил то, в чем он нуждался. Бог ему оказал милость. Почему? Потому что Исайя молился с величайшим дерзновением. Язык, я извиняюсь. Он говорил, Господи, вспомни, что я ходил пред Тобою верно. И дальше вы можете знать то, что было сказано в этих стихах. И поэтому Христос в свое время сделался виновным за нас, чтобы мы были праведны при Нем. Наше достоинство в Нем, только если мы приходим к Нему искренним сердцем, покаявшись пред Ним, мы будем оправданы им. И еще один момент, чтобы присти благодать для благовременной помощи. Вторая, можно сказать, часть народа Божия приходит в церковь, чтобы получить благодать для своевременной помощи. Вот вы нуждаетесь в какую-то помощь. На основании этого стиха Божья помощь никогда не опаздывает, она приходит вовремя. Слава Богу за это. И если вы нуждаетесь в благовременной помощи, чтобы эту помощь получить, вы должны иметь, что в молитве, дерзновение, чтобы получить благовременную помощь. единственные люди, которым Бог не в состоянии помочь, которые не нуждаются ни в милости, ни в помощи. Они довольны тем, что они имеют. Поэтому в их жизни мало что меняется. Они хотя и являются предлицем Божьим, но в их жизни существенно ничего не происходит. но представьте себе человека, которому Бог оказал милость. Трудно описать состояние и поведение этого человека. Почему? Потому что написано милость твоя лучше, нежели жизнь. Это превосходит. Это несравнимо ни с чем. Когда человек помилован самим вечным Богом. Аллилуйя Иисусу. Или еще представьте человека, который нуждается в помощи, как это было с языка, и он ее получил. Послушайте, вы можете прочитать эту главу до конца, как он восхваляет, какую прекрасную он песню спел. И говорил, нет столь подобного тебе, Господи. Действительно ты царь неба и земли, и все подчинено тебе. Откуда пришла к нему эта песня? Потому что он получил своевременную помощь. Бог пришел к нему вовремя и сказал, языке не унывай. Еще 15 лет, много это или мало, я не знаю, но он получил то, в чем он нуждался. Я хочу, чтобы в будущем ваше христианство было благословенным. Я не знаю, каким оно было до этого момента и дня, но Бог продлевает вам жизнь, не объявляя сколько лет он вам прибавил. Не знаю, это лучше или хуже, но я думаю, что это не худший вариант, потому что если бы кому-то из нас Бог сказал только 15 лет, то это уже сигнал к серьезным переживаниям о будущем. и с каждым напряжение растет. Но благо наше, что мы не знаем, сколько Бог продлевает нашу жизнь, но Он это делает не случайно, чтобы ты Бога прославил, чтобы разорвал ты дружбу с грехом, чтобы ты имел дерзновение в служении и в молитве. И я вам этой жизни от души желаю приходите к Иисусу Христу как домой, приходите к Иисусу как приходят домой дети, к родителям, приходите к Нему, потому что написано и вот какое дерзновение мы им к Нему, что когда просим по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просим мы от Него. Знаем, что получаем, еще не получили, но знаем, что получим. Это дерзновение. Это дерзновение. Итак, мы сейчас будем молиться. Я не знаю вашей нужды. Я не знаю, в чем вы будете молиться, о милости или о помощи. Я не знаю. Но мое искреннее желание, чтобы когда вы будете идти домой, вы услышали вот это слово. Я услышал молитву твою. Может быть, у вас есть какая-то нужда, о которой вы долго молитесь. Бог приходит вовремя. Слава Ему. Я хочу, чтобы Он прямо к вашему сердцу проговорил. Я услышал молитву твою. Иди с миром. Да благословит Бог ваши желания, ваше служение, ваши нужды. Аминь. Спасибо.